Друзья, всем привет! Я не зря сегодня такой нарядный, потому что, ну, я закончил колледж, уже как бы можно идти на завод, на все какие-то вот эти вот прочие вещи. Возможно, я об этом как-то отдельно расскажу, возможно, в моей вот этой вот инсте что-то там будет, поэтому вы можете подписаться и всё там, конечно же, сделать. Однако, сегодня, вот перед тем, как я начну, вот, я не знаю, смотреть видеоролики просто замечательного человека, который, безусловно, оставляет от себя только какие-то положительные эмоции, я бы хотел вам сказать только одно. Arizona RoleplayFenix. IP, а также мой никнейм, а также мой промокод хэштег Notoxic54, а также мой промокод, там, Данте Коннор, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика. Arizona RoleplayFenix, замечательный проект, сервер и вообще-то можно многому научиться, если начать играть. Сегодня мы смотрим небезызвестного ESU DeepSize. Давайте начнём просто всё это делать, потому что, да. Пацаны, кстати, хотел у вас давно спросить, что круче, симпл-димпл или поп-ит? Всем вас... Squish. ...сап, и сегодня в этом ролике я вам покажу чёрную сторону сампа, как вас пытаются обмануть и при этом зарабатывают сто тысяч рублей. Мы тебе дадим файл, который ты закинешь в сборку. Этот файл максимально зашифрован, и дети стоп-роц не найдут его. А потом мне пиар-менеджер напишет... Ися, а ты не охуел, ёб-то, блядь? Ты наёбер, сука! Я один раз на эту хуйню повёлся, иди там нахуй наёбер! Пожалуйста, ребят, проверьте под этим видео максимальную активность, поставьте лайк... А можно ещё больше трясти вот это вот, блядь, за себя? ...саментарии, если что, я все комментарии читаю и ставлю на них лайки. На, серьёзно? Ты не веришь? Но сначала небольшая рекламка, потому что Ися хочет кушать, и мы сразу начинаем. Матрёшка, это бесконечная онлайн-неграфная Россия. Ну, конечно, у каждого уже эта матрёшка, блядь. Какая нахуй матрёшка, когда Блэк Раша, Блэк Раша. Запомните, только Блэк Раша, ничего более. Всё, Блэк Раша один раз и навсегда. Больше ничего не нужно. Всё будет только так. Блэк Раша. Да, да, на Блэк Раше это уже давно есть. В описании будет, конечно. Блэк Раше, у меня есть выгодное предложение для тебя. Какое же? Какое предложение это будет? Привет, что за предложение? Тебе в телеге удобно будет? Тут общаться такое себе. Вот знаете, когда дело доходит до телеграма, у меня сразу создаётся такое ощущение, что это что-то нелегальное, какой-то там чёрный рынок. Ну да, бля, вот знаете, с девочкой на баду там свайпнулись, она говорит, давай в телегу перейдём. А ты такой, ой, блядь, чёрный рынок, ой, блядь, там нелегальное, чё ты хочешь? Может быть, пизду ещё скинешь, блядь, реально. Иногда к Даркнет... Даркнету вот, блядь, пизда Даркнетовская твоя, блядь. Блядь, вообще лучше не ввязываться. Ну, конечно, блядь. Чем связано предложение-то? Что делать надо? Давай лучше в телегу, тут я не могу. За раз 100к можешь поднять. Нихуя себе, блядь, 100 тысяч рублей, заглажаем тебя нам. Ну, кидай телегу. После этого, ребят, он мне скинул ссылку на свой телеграм, я к нему... А ссылка-то скамерская была. ...добавился, и изначально я подумал то, что речь будет про какую-то рекламу, там про прерол или что-то подобное. Но потом я понял то, что я очень сильно ошибался. Здорово, ещё раз. Короче, есть одна группа, в которой я состою. Я там что-то вроде помощника-основателя. Ну, ищу новые лица для продвижения. Отлично. С нами уже работают ютуберы, некоторых ты даже знаешь. Но сам понимаешь, что сказать не могу. У нас всё анонимно. Я, кстати, работаю. Ты за неделю сможешь заработать больше, чем зарабатываешь со своих роликов. В этом я, конечно, сомневаюсь. Но что за предложение-то? Мне, конечно, очень сильно интересно, какие ютуберы с ними работают. Я, я. И почему это всё происходит анонимно. Если... Ну, в смысле, блядь, а кому нахуй надо, чтобы каких-то ютуберов раскрывали пиздец? Это анонимно, то значит им есть что скрывать. Так, это я за неделю могу заработать больше, чем там за месяц, за два месяца. Так он же не говорил за месяц, за два месяца. Короче, это всё не особо легально, но если делать красиво, то никто не спалит. У тебя большая аудитория, и я видел, что ты часто сливаешь сборки. Это прям идеальный вариант. Мы тебе дадим файл, который ты закинешь в сборку. Этот файл максимально зашифрован, и дети стопроц не найдут его. Так что бояться нечего. Ну, я спросил, мошенники они или нет, они сказали нет. На самом деле я уже понимаю, о чём идёт речь, и к чему он это всё ведёт. Короче, ребят, кто не знает, рассказываю. Давай. Ютуберам очень часто предлагают, так скажем, слить свои сборки, и при этом добавить файл этого, так скажем, работодателя, который заплатит тебе небольшую капусточку. Работодатель, может и рекламодателю. Ты добавляешь этот файл, сливаешь сборку у себя на канале. Твои подписчики, и не только твои подписчики, её скачивают. Его подписчики, может, качают, ну да. Играют на ней какое-то время. Может, не подписчики вообще. А потом удивляются. Блядь, а почему у меня аккаунт пропал в сампике? Почему мою страницу взломали, и с неё пишет какой-то там xjam, я не знаю, снимает видеоролик? Почему у меня аккаунт в Бравл Старсе украли? Но я до сих пор не понимаю, какие ютуберы могут с ними работать, которых я знаю. Я, 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 я. Если это какой-то ютубер, которого я знаю и с кем я общаюсь хорошо, то я буду очень сильно разочарован. Да ладно, чё ты, да нихуя ты не будешь, это что ты сам придёшь, постанова ебаная, ты чё? Можешь сказать, сколько людей у тебя скачало последнюю сборку? Ну, примерно 15 тысяч человек. О, это даже очень хорошо. Но за такое можно 1080 заплатить. Я тебе даю стопроцентную гарантию, что никто не подумает, что ты туда что-то закинул. Так соглашись. Так что подумай. Ну, ребят, 80 тысяч рублей, это далеко не маленькие бабки. Ну и небольшие, будем честны. Я думаю, каждый из вас это понимает. И теперь я тоже понимаю, почему некоторые ютуберы с ними работают. Вы просто представьте, ты просто должен выложить сборку к себе на канал и заработать 80 косарей. Но знаете, скорее всего, это те ютуберы, которым абсолютно похуй на свою аудиторию, абсолютно поебать на своих подписчиков. Им лишь бы получить бабки, получить выгоду, то есть заскамить своих сабов и просто пойти на эти деньги там гулять, отдыхать, кайфовать, жрать и так далее. Поэтому, ребят, я вам советую пересмотреть свои сборки, которые вы недавно качали. Или которые вы сливали тогда. И также обязательно проверять, когда вы что-то скачиваете на вирусы. Потому что, ну вдруг там ютубер оказался какой-то там плохой, да, гондон. Хуёвый. Впрочем, да. Вот. И решил за там 50-80 косарей как бы добавить себе этот стиллер. Сумма хорошая, конечно, но я что-то боюсь это делать. Мало ли спалят. Ну смотри, если прям боишься, то у нас есть еще пару вариантов, как заработать. Какие же, какие варианты? У тебя есть админка на сервере, где снимаешь? Админ инфу продавайте. Короче, ты должен будешь снимать наказание нашим клиентам на сервере. За каждое снятое наказание будешь получать от 300 до 500 рублей. Не, ну вот это очень выгодное предложение. Просто представьте ситуацию. Сидит такой Ися, снимает ролики на своем любимом сервере и вольфрп. Кстати, у меня там есть свой промо-год, это хэштегуснори. Поэтому варите его при регистрации и получайте 600 тысяч вверх. А этот ролик оплатит ему? А, реально, IP есть, прикиньте. Если оплатить, то это просто пиздец. Буду сидеть такой, снимать всем наказание подряд за 300 или за 500 рублей. А потом мне PR-менеджер напишет. Ися, а ты не охуел, ёпта, блять? Почему ты разным пацанам на сервере снимаешь наказание... Так сказал бы, что это братан... ...какие проценты, братишка, поделись со мной, хоть вдоль и будем. Руководство проекта обычно не чекает ютуберов, что они делают. Ну хуй знает меня чекать. ...что тоже вряд ли тебя спалят. Окей, я подумаю над вашим предложением. Если что, отпишите. С точкой, он с точкой написал злой, был недовольный. Ребята, считаю... А удачи без точки. Это просто голимая работа, в которой ввязываться лучше не надо. Потому что так ты портишь себе репутацию. Ну прикиньте, вы... А постановами, если ты репутацию не портишь вот этими хуёвыми своими? Вы узнали, если бы я что-то подобное делал. Вы бы сразу начали бы меня хейтить. Сказали бы, если я вали... Да ты и так долбоёб, пиздец. Титул удалей канал. Да удаляй канал, устраивайся на работу. Поэтому, ребят, не занимайтесь подобными вещами. Играйте максимально честно. И обязательно залетайте ко мне на сервер. Это Evolve РП Рочестер. И также заходите на мои стримы, потому что я стримлю каждый божий день. Я бы тоже постримил. Всё, ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Резонор или плей феникс. Айпи описание. Я, кстати, закончил колледж, если кто-то мало ли не знает.